Всем привет, ребята! С вами распаковочка-упаковочки. На дворе у нас 27 ноября 2023 года. Я приветствую вас. Здесь будем с вами мукбанничать, вот, кушать. Я извиняюсь, что я сегодня показываю немножко другую картинку, но на самом деле картинка осталась той же. Я сделала просто так, чтобы было видно, что я кушаю. Вот, и, соответственно, чтобы вы вместе со мной провели время. На самом деле, на самом деле, я понимаю, что это, ну, не так я хотела сделать, да, но так как у меня по-другому сейчас не получится, я подумала, хотя бы вот так, да, ребят, ну, вот, хотя бы вот так. Короче, я могла бы вам объяснить, что и как, но не хочу занимать это время, потому что, ну, чтобы, знаете, телефон не вырубился, а я успела всё дорассказать, что хотела. Вот, вот так вот, показать, рассказать. Итак, ребятки, сори, вот это вот тот кашель, про который я говорила. Он то затихал, то возвращался, сейчас вообще он какой-то другой, как будто бы сиплый стал. Вот, но он редко у меня сейчас есть, и меня это радует. Короче, я пойду, наверное, ко второму лору, буду искать специалиста. Тут какая-то штучка, я не знаю, это кусочек лука, что ли, вот так я её помещу. Вот, так, сегодня мы с вами будем говорить на разные темы. Вообще, хотела записать ролик, посвящённый передаче, ну, про который мы уже говорили, да, просто ролик ещё не опубликован, но я думаю, что я его опубликую. Вышла пятая серия «Последнего героя», выпуск «Последний герой остаться семьёй». Ну, передача я имею в виду, такой, так называется данный сезон. И я так поняла, это сезон номер 10. Опять же, я ничего не утверждаю, но где-то я видела, что это сезон номер 10. Он как будто бы такой юбилейный, знаете. Вот, а может быть и не как будто. Так, если какой-то звук будет, это, ребятки, стиральная машина. Так что, сори. Если что, сори. Скажу так, всё, что будет заявлено в данном видео, является моей фантазией и не имеет ничего, ничего общего с реальностью. Вот, дабы не было потом каких-то додумок. Вот, сегодня мы обсуждаем, делимся своим мнением и всё в этом духе. У меня такое чувство, что в кадре стоит не очень ровно эта штучка. Эта штучка под названием досочка, которая держит мою тарелочку. Так, ладно, приступаем, ребятки. Не только про проект поговорим, а вообще обо всём, да, новости, так сказать, обсудим. Всем приятного аппетита. Куда это всё складывать, ладно. Буду складывать. Хотела сюда, но буду сюда, ладно. В общем, сегодня у нас наишикарнейший обед. Вчера это был наш тоже ужин. Мы приготовили со Станиславом вместе, вы представляете, за такое большое количество времени. Мы ничего не делали в плане готовки. Ну, в основном Стас готовил. Ну, тоже тому есть причины. Я говорю, Стас, я могу готовить, то есть вообще без проблем. Но он и я понимаем, почему данный момент времени готовит он. То есть вы не думайте, в этом нет никакой проблемы. То есть это вообще, ну... Мы только недавно это обсудили и поняли, что да, действительно, мы сходимся во мнении. И действительно нас всех всё устраивает. Но это, знаете, не из той оперы, а-ля, когда девушка такая говорит, я не хочу готовить. Ну, готовь ты. Вот, нет, это не из этой серии, если что. Вот, тем более, на моём канале есть ролики, посвящённые приготовлению той или иной пищи. Поэтому, вы понимаете, я как бы готовить могу. Называется, если кто сомневался. Мы делали лук вместе. Блин, сейчас не показать. Я в шорсах показывала, вот, смотрите, лучок. Это меня, кстати, Стас научил. Он сказал, что они раньше так готовили. Он, так как по образованию он повар, и так как раньше он работал ни в одном ресторане, ни в одном кафе, поэтому, вот, в каком-то месте он мне прямо даже, по-моему, говорил, в каком. Вот, и он сказал, что они так делали это. Лучок, короче, маринад. Ну, короче, вы поняли. Кто это всё, это, ну, связан с приготовлением пищи часто, и любит это делать, то поймёт у меня, что это такое. Первоначально мне показалось, что лучок приготовился очень острый. Но нет, он не был острым. Через какое-то время он вообще стал сладким, приятным, и всё такое. Смотри, у меня здесь скумбли. Скумбли. Ну, что это такое? Это, помните, я вам рассказывала, что я халат, так сказать, это... Как это сказать-то? Ну, короче, почикала, вот, я вам рассказывала это. Ну, мне, если честно, вообще нет времени, чтобы его как-то аккуратненько так это... Подшить там или что-то сделать, как бы и вообще... Вообще как бы не до этого. Я понимаю, что, в принципе, в идеале было бы здорово это сделать, но... Но не сейчас. Скумбли. Дальше мы покупаем скумбрию частенько, скажу так, просто иногда от разных производителей. И вот данная скумбрия... Я, кстати, забыла, это упаковка та или другая, ну, не важно. В общем, раз на раз не приходится. То есть в основном скумбрия приходит хорошая. Но это не всегда так. Кстати, смотрите, мой шортс, который я посвятила тому, что один ресторан нам дал перчаточки. Это так мило. Я так сказала, как бы, с иронией. Нет, не с иронией, я просто... Мне так странно получилось это сказать. Ну, в общем... Короче... Ау, 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 чуть прикусила. На самом деле, это клёвое дело. Просто я вспомнила... Ну, в тот момент, когда я записывала этот шортс, я вспомнила, как жалко, что этот ресторан закрыли. Но я понимаю, почему он закрылся. Цены были огромные. Но, блин, не такие огромные, как в каких-нибудь других местах, да? И всё равно тогда почему организация закрывается. У меня, кстати, это... Руки все, как это, цыпки, не цыпки. Я вот хочу вам показать, вот, посмотрите. Не знаю, видно тут, нет? Локализация, мне кажется, это уже в тот год, что ли, так же было или нет? То есть, где мизинец, начинает расти мизинец, да? И вот... И вот на нём, короче, фиксация. Вот, блин, не знаю, как посадить. Вот здесь вот, да? Вот как-то... Блин, не видно. Ну, вот где-то вот здесь, вот, знаете. И идёт дальше. Вот здесь... Нет, на левой руке, по-моему, ничего как будто бы и нет. А вот на правой прям, да. Учитывая то, что я ещё даже не выходила, я, ну, не знаю, как там погода. То есть, я знаю, что там снег. Сегодня вообще снегом завалило. И как бы, что будет, если я выйду, даже если в перчатках там варишь, когда я думаю, если дома какие-то цыпки появляются, представляете, когда я дома, то что будет, если я выйду? Нет, не то, что я там боюсь выйти на улицу. Нет, я не боюсь, но... Я всё-таки думаю, что же будет. При том, что Стас мне говорит, закрывай окна. Он ему говорю, Стас, нет, я закрываю окна, но обычно я потом всё равно проветриваю. Ну, минут на 10, на 15, чтобы свежую воду, знаете, открываю все два окошка. Чтобы было классно. Ну, я люблю такой, знаете, морозный воздух. Ну, не сильно, конечно. Ну, хотя, когда зима, прям зима, тоже прикольно. Атмосферно. Например, под Новый год. Я имею в виду, я вообще обожаю такие сезоны, как осень, зима. И вообще сезоны все люблю. Просто какие-то чуть меньше. Но не из-за того, что этот сезон какой-то не такой, нет. А из-за того, что просто наше, как это, наш климат такой. А так-то нет, все сезоны прекрасны. Вот. Просто, да, климат, температурный режим. Всё это может быть радо. Короче. Сейчас буду ещё это доделывать, доделать, докушивать вот это всё. Я заявила тему, да, пятого выпуска. Ребята, мы ещё не поговорили про неё. Я хотела, кстати, много чего вообще рассказать. Но как тут рассказать, если сейчас видео всё закончится? Я прям чувствую. Не то, что я чувствую. Я понимаю, что так может быть. Тут такой огроменный кусок. Вот, посмотрите. Опа. У меня что-то упало. Наверное, это укроп. Вот, приготовили мы с остатом. Всё вкусненько, классненько. И знаете, домашняя пища, это просто кайф. Пальчики облишь. Вот. Я к чему? К пятому сезону, да? Ой, пятый. Пятый выпуск. Десятого сезона. Кому интересно, что это за... А, селёдочка-то всё уже закончилась, поэтому сейчас в кумбре. Вот. Помидорку я показывала в шортсах. Что за помидорка? Я забыла сказать, что мне не нравится, как они оформили дизайн. Не в смысле, какие цвета там, нет. А я считаю, что те слова, которые они написали на упаковке, вообще не должны быть заявлены ни от какой фирмы. Вот. Я считаю, что это уже... Знаете, как реклама этой. Ну, короче. Алкоголизация населения. Я так чувствую. Может, это, конечно, и не так, но... Всё равно это подсознательно влияет на людей, знаете. По-всякому можно влиять, но... Они хотят, чтобы их продукт продавался, поэтому... Я их понимаю, но я их не... Как сказать? Я не согласна с такой политикой. Рекламы. Рекламы или чего-либо. То есть не то, что я не согласна. Ну, вот моя субъективная точка зрения, что такой слоган нельзя использовать. Хотя он повсеместно... Ну, переходит из уст в уста, и как бы он всегда на слуху, но всё равно это не есть гуд. Опять же, по моему субъективному мнению. Кому интересно, что за слоган, обязательно заходите в шортсы. Там, кстати, много всего интересного, и я буду продолжать выкладывать. Буду есть аппетитно. Итак, ребятки, пятый выпуск. Что мы там видим? Я специально посмотрела вниз на комментарии, на рутюб. И знаете, что я там увидела? Ну, в принципе, это было ожидаемо, с одной стороны. Ой, смотрите, у меня это... Вот эта вот кость, она заделась. Вот. Подделась, точнее. Я так хочу есть. Просто я хочу всё. Я хочу и рыбку, я хочу и помидор. Хочу ещё вам всё рассказать. В общем. Люди такие, ну что это за последний герой? Ну это какая-то ерундистика. Я больше смотреть это не буду. Всё-таки, да, не ожидали мы от вас такого. Короче, если обобщить, да, люди очень негативно настроены, а-ля зачем вообще такой проект создавать, если вы не можете создать что-то нормальное? Я даже Стас вчера сказал, говорю, люди недовольны. Вот. Ну, кстати, в ролике, который я выпущу до этого, тоже это будет что-то, мукбанк, да, мы обсуждаем в целом этот сезон, да. И вот сейчас моё мнение именно только о пятом выпуске. Я скажу так. Мне он очень понравился. Я так кайфанула. Это просто, знаете, это такой релакс. Сам сезон такой, знаете, на... Как-то... На Чиле. А этот выпуск, это просто, это... Такая какая-то любовь. Такая какая-то, прям, знаете, я и поплакала.